А может тебе просто снег не нравится? Или это я такая-то глупая, не понимаю, что снег грести это трудно? Но это же не трудно. Взял лопату и гребешь себе этот снег. Три истории соединились в одно произведение. Спектакль «Хэзнайт». Его создали воспитанники студии «Республика Икс». Это выпускники Всероссийской студии творческого развития «Оперение», которую еще 9 лет назад в Уфе основал Константин Хабенский. Входить в материал было непросто, но безумно интересно. Мы хотели сказать о том, что ребята нужно быть чуткими, что нужно следить за людьми, обращаться к людям, потому что если мы в какой-то момент пристанем внимательными быть, то все может в один момент разрушиться. И кажется, мы сегодня об этом сможем сказать. В основу постановки легли три произведения писателя Александра Цыпкина «Снег», «Окно» и «Мышки по норкам». Сегодня он лично приехал, чтобы оценить работу студийцев и принять участие в открытии малого зала театра «Республика Икс». Сегодня на открытии завода присутствовали члены полюбюро. И они из другого поколения, слава богу, что они по-другому смотрят. Но мне кажется, что меня больше всего радует. Общечеловеческие ценности не изменились. Они, в принципе, не сильно поменялись за последние несколько тысяч лет. А сейчас принято говорить, что вот, они совсем другие. Нет, ценности те же, но молодежь всегда лучше, чем мы, потому что они живее, и они еще видят восход солнца, а мы уже видим закат. Вот, поэтому хочется смотреть на тех, кто видит восход. Вместе с ним студию посетил и российский актер театра и кино Максим Матвеев. Он подчеркнул важность того, чтобы именно молодежь ставила спектакли по современным произведениям. Да, безусловно, важно, конечно. Причем, как для зрителя, который это будет смотреть, так и для самих исполнителей. Потому что вся наша жизнь заполнена тем или иным информационным полем, которое влияет на наше мировоззрение, на наши взгляды, на окружающую действительность людей, событий и так далее. А прикоснувшись к такого рода произведениям, к современным авторам, есть возможность сюда как-то расширить свой собственный кругозор, свой и зрителя, которому это будет представлено. Добавим, что детище Константина Хабенского за 9 лет в нашем городе выросло и на сегодняшний день представляет собой три студии – «Оперение», «Хохочу» и «Республика Икс». Педагоги отмечают, что прежде всего это студии творческого развития. А одной из главных задач остается благотворительность. Ведь все деньги, вырученные со спектаклей, идут на лечение онкобольных. Сейчас театр, он стал очень гражданским, в смысле гражданской позиции. Это не просто искусство. Когда ребенок или взрослый человек приходит и работает на сцене и знает, ради чего, ради спасения другого ребенка или ради спасения другого человека, то совсем иначе люди работают на площадке. Это не просто я себя показываю, какой я особенный, интересный, хорошо пою, танцую и разговариваю, а я ради чего это делаю. Кстати, ближайший спектакль театра студии «Республика Икс» состоится уже 17 ноября. Билеты можно купить на официальном сайте проекта. Анастасия Худик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.